Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Есть где погулять и поиграть. В Самаре официально открыли Крымскую площадь и сквер Фадеева. Собрали по осколкам. Самарские врачи спасли зрение ребенку. Застывшие истории. Актеры театра «Грань» на сцене за кулисами глазами именитых фотографов. Строительство Фрунзенского моста вышло на финишную прямую. Рабочие начали укладывать асфальт. Сдать объект должны через несколько месяцев. Такое поручение дал глава региона. Укладывается ли подрядчик в график, проверил Сергей Кизоркин. Фрунзенский мост почти готов. Основные работы завершены. Началась укладка асфальта. Он будет проложен в два слоя толщиной 20 сантиметров. Такая дорога выдержит интенсивный автомобильный трафик, уверены специалисты. В данный момент производится укладка асфальтобетонной смеси. Порядка двух с половиной тысяч тонн будет уложено к концу недели. На объекте работа производится круглосуточно. По смене на объекте задействовано порядка 450 человек и порядка 80 единиц техники. По мосту водители будут ездить как по маслу, говорят строители. Покрытие Фрунзенского моста будет гладким. Соединительные деформационные швы сделаны по немецкой технологии. Асфальт укладывают, соблюдая все нормативы. Подрядчик гарантирует качество дороги на ближайшие пять лет. Участки у нас работают строительный контроль. Каждый технологический слой отдельно принимается, контролируется толщина, ширина и качество укладки. По обеим сторонам реки Самара заканчивается строительство автомобильных развязок, ведущих к мосту. На некоторых участках уже устанавливают фонари, бортовой камень, отсыпают обочины. В сентябре смонтируют контактную линию для троллейбусов. По поручению губернатора Дмитрия Азарова по Фрунзенскому мосту первые машины должны поехать уже в конце года. Благодаря дополнительному траншу из федерального бюджета удалось ускорить ход работ. Фрунзенский мост в ближайшее время соединит два района Самары – Куйбышевский и Самарский. Кроме того, обеспечит трафик автомобилей к федеральным трассам М5 и М32. Общая ширина моста – 22 метра, это шесть полос и протяженность почти три километра. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре на два уютных уголка стало больше. В городе официально открыли площадки, окончание ремонта которых с нетерпением ждали жители. Мария Левина сначала оценила лунный парк развлечений, открытый в сквере Фадеева, а потом переместилась на Крымскую площадь. В День города официально открывают общественные пространства, которые преобразовали по программе формирование комфортной городской среды, в частности сквер Фадеева. Хотя сегодня сквером его назвать трудно. Это полноценный парк с различными зонами, спортивными, детскими и, конечно же, концертной праздничной площадкой. Тематика сквера близка Самаре – космос, поэтому и городок назвали лунным. Помимо огромной детской площадки, которая наполнена звонкими голосами, здесь установлены еще и уникальные игровые комплексы, аналогов которым в городе найти сложно. Например, этот, где малыши сами качают воду, представить себя взрослым и попробовать что-то новое – одна из главных детских мечт. Очень нравится детей не оторвать от площадки. Сыну непосредственно понравились футбольные площадки, мы потому что этим занимаемся. Вообще много площадок здесь, где чем заняться. Мы вернемся не раз, я думаю. Открытие такого острова приключений – это отличный подарок в день города, считают самарцы. Ура, 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 Самара! Я думаю, что этот замечательный сквер станет новой визитной карточкой города, ну и нашего района. Еще одна знаковая набережная появилась в Самаре, причем в самом сердце. Торжественно открыли Крымскую площадь, на которой воссоздали береговую курортную атмосферу. В городе на Волге даже нашли свое Ай-Петри – величественное здание 6-го конституционного суда позади Елтинского маяка. И сломалась праздником! Ура! В этой части района было, ну скажем так, недоставало такого места, куда люди могли бы приходить, отдыхать, гулять семьями и просто наслаждаться природой, погодой. Поэтому очень радостно, что у нас появилось такое пространство. Фонтан нравится, вечером красиво, вечером он подсвечивается, фонтан. То есть нам здесь нравится. Мы живем здесь вот рядышком. Так что нам повезло, что нам построили такую замечательную площадь. В реконструкции парка принимали участие сами жители. Они высказывали свои идеи и пожелания, которые учли в дизайн-проекте. И теперь можно смело говорить, что совместными усилиями все получилось. Сквер стал местом притяжения самарцев. Сюда заезжают и молодожены, чтобы сделать самое памятное и дорогое сердце фото. Прогуливаясь по площади, можно встретить самых разных персонажей. И девушек с тяжелой, но красивой ношей, декорациями знаковых мест Крыма. И севастопольцев из прошлого века, которые прибыли поздравить Самару с днем рождения. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! Мария Левина, Николай Сидоров, События. В Самаре завершается подготовка к зиме. Выездной штаб проверил готовность к новому отопительному сезону. Жители 450 домов промышленного, частично Кировского и Октябрьского районов уже получают горячую воду по новым трубам. Что осталось доделать подрядчикам на объектах, выяснила наша съемочная группа. Участок на улице Физкультурной почти готов. Здесь уже проложили новую теплотрассу. Осталось ликвидировать следы раскопок и все здесь привести в порядок. Сейчас на участке идут сварочные работы. Как только они завершатся, воду пустят по трубам. Для ее подогрева уже установлены три тепловые камеры. Для жителей важно, что мы на следующей неделе запустим воду в дома. А в дальнейшем мы в течение недели все работы здесь закончим, уберемся, приберемся и уйдем отсюда. Работы на Ташкентской и Старозагора подходят к концу. Сроки там были сдвинуты, поскольку на этом участке отремонтировали еще один незапланированный изначальный объект. Поменяли водовод. Технические работы почти завершены. По словам рабочих, один из сложнейших участков находится на пересечении улиц Каховской и Теннисной. Трубы там расположены на 12-метровой глубине, под железнодорожным полотном. Добраться до них было непросто. Труба под железной дорогой, мы ее вытащили, прошли в камере. Значит, там идет увеличение диаметра. Это район Каховской и Теннисной. Ну, мы там не однажды были в этой части. Сейчас там метров 20 идет монтаж трубы. Основание сделали. Там очень трудный, сам будем говорить, рельеф. Ну, представляете, глубина 12 метров под железной дорогой. Новую трубу проложили и на участке от Московского шоссе по улице Нововокзальной. Монтажная схема уже собрана. Горячая вода стала поступать в дома жителей, осталось облагородить сам участок. Минувшей ночью горячая вода пошла по трубам домов промышленным, а местами и в Кировском и Октябрьском районах. За три этапа проходили, значит, Московское шоссе полностью открытым способом. Потом? Вот. И замена, значит, полностью. Вот, значит, этих арок. Вот, их заменили, значит, на наши блоки, плиты. Ну, в общем, канал полностью тоже был заменен. Заменен. Значит, основание тоже бетонное было армировано и заменено. Подготовка к зиме близится к завершению. Всего запланировано отремонтировать 15 объектов теплоснабжения. Их общая протяженность более 7,5 километров. А на дополнительном участке по улице Садовой работы обещают закончить в конце следующей недели. Валерия Куценко, Григорий Пельшаков, События. Ремонт улицы Ташкентская на участке от Старозагоры до Черемшанской протяженностью 2 километра завершен. Какую гарантию подрядчики дают на дорогу, выяснила наша съемочная группа. Жалобы местных жителей, предписание ГИБДД – все это в прошлом. В Самаре отремонтировали Ташкентскую на средства национального проекта безопасной и качественной дороги. За полтора недели обновили участок от Старозагоры до Черемшанской. Его длина 2 километра, площадь 16 тысяч квадратных метров. Всего в Самаре планировалось отремонтировать большими картами около 40 городских улиц. На это выделили почти 374 миллиона рублей. Но благодаря грамотному планированию этих средств хватило на то, чтобы отремонтировать дополнительно еще несколько улиц, каких именно решили, исходя из обращений жителей. При этом на качестве дорожного полотна не экономили. В рамках программы ПКАД нашли дополнительное финансирование, с помощью которого было выполнено еще дополнительно 11 объектов. То есть в настоящее время по программе ПКАД выполнено 51 объект на общую протяженность 50 километров. В дополнительный список вошла и улица Ташкентская. Она давно нуждалась в обновлении. Дорожное покрытие было разбито, просили колодцы. При этом здесь плотный автомобильный трафик, ходит общественный транспорт. Ремонт участка от Старозагоры до Черемшанской вели ночью, чтобы не мешать движению транспорта. И выполнить работы за короткий срок. Колодцы монтировались на одном уровне с дорогой. Ремонт велся от борта до борта. Производится фрезерование покрытия от борта до борта. Потом очистка основания от грязи пыли, установка люков инженерных систем в проектную отметку, розлив битумных вяжущих и укладка асфальта бетона. Потому что будет ровно дороги. Ходовка не будет ушедаться. Ну яму хаба. Сейчас сделать будет нормально. Приятно ехать. Гарантия на весь отремонтированный участок Ташкентской два года. За работой подрядчика велся постоянный контроль. Сейчас у заказчика к нему претензий нет. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Константин Головин. События. На заводском шоссе открыли движение трамваев. Сколько теперь времени уходит на дорогу и какие номера вернулись на маршрут и узнал наш корреспондент. Проблематично добирались. Приходилось с пересадками. То, что заводской стоит. На машине тяжеловато проехать. Утром особенно. Дочка Елены Горбуновой в этом году пошла в первый класс. Добираться до школы из юнгородка было сложно. На заводском шоссе, которое сейчас капитально ремонтируется, частично закрывали движение трамваев. Сегодня сложности позади. Трамваи вновь пустили по своим прежним маршрутам. Событию радуются и другие местные жители. Событие, по-моему, замечательное. Особенно бабульки сильно заждались. В Норд ездить будут теперь отсюда. Вот у меня бабушка здесь живет. Обновили заводское шоссе на средства нацпроекта безопасные и качественные автомобильные дороги. Полностью отремонтировали и контактную сеть. В марте, благодаря оперативной работе подрядчик, открыли движение трамваев под номерами 2, 3, 12, 19 до улицы Кабельной. А 21-й стал следовать по своему обычному маршруту. А сейчас оставшиеся пустили до юнгородка. У нас наконец-то завершились ремонтные работы по заводскому шоссе. В полном объеме там восстановлено движение трамваев сегодняшнего числа. Наши трамваи, как они раньше обеспечивали перевозку, так и будут дальше возить всех тех, кто привык этими маршрутами пользоваться. На заводском шоссе продолжаются дорожные работы и сейчас приводят в порядок участок у пешеходного перехода неподалеку от завода Кузнецов. Завершить капитальный ремонт дороги должны этой осенью. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. Насколько безопасно Московское шоссе, проверили дорожные инспекторы и общественники. Их интересовала, правильно ли нанесена разметка, работают ли светофоры и камеры фото- и видеофиксации. Каким выводом они пришли, расскажем в нашем следующем сюжете. Дорожные знаки, разметка светофоры и камеры видеофиксации. Правильно ли они установлены и способствуют ли безопасности дорожного движения на Московском шоссе. Этим вопросом задались активисты Общероссийского народного фронта и сотрудники областного ГИБДД. Совместный рейд охватил несколько километров трассы от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе. Именно на этом участке чаще всего нарушают правила водители. Фиксируют нарушения фото- и видеокамеры. Они установлены чуть ли не на каждом столбе по обеим сторонам Московского шоссе. Ежедневно под прицел автоматизированных комплексов фиксации правонарушений в регионе попадают порядка 10 тысяч нерадивых водителей. Среди нарушений превышение скорости проезд на красный сигнал светофора, заезд за стоп-линию. Автомобилистам приходится платить крупные штрафы. Некоторые водители пытаются их обжаловать. Большое количество жалоб приходит от автомобилистов. То есть по фиксации правонарушений сообщаются о том, что, например, знаки перекрывают друг друга и видимость знаков не соответствует нормативам. Либо, соответственно, светофоры, как-то светофорные объекты, может быть, работу не своевременно фиксируют. Но, опять же, мы разбираемся в этих всех моментах. Полицейские минимум один раз в месяц проверяют работу видеокамер, смотрят за состоянием разметки и наличием дорожных знаков и устраняют нарушения. Если штрафы водителям пришли неправомерно, такое бывает, когда настройки камеры сбиты, их можно не платить. Но в этом случае штраф нужно оспорить в областном ГИБДД. Если участники дорожного движения не согласны с правонарушением, то они имеют законное право в течение 10 дней после получения постановления обжаловать. А можете обратиться, соответственно, к нам на Красноармейскую 135 в часы приема. Мы рассмотрим эту ситуацию. Все выявленные недочеты по дорожным знаком, светофорам и камерам наблюдения на Московском шоссе активисты ОНФ направят на рассмотрение собственнику дороги, то есть в областной Минтранс, чтобы там в кратчайшие сроки устранили все нарушения и обеспечили безопасность движения. Такая работа ведется постоянно. Уже привели в порядок разметку и пандусы. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов, События. В Самару приехали главы городов региона, чтобы посмотреть, как преобразился город и перенять опыт. Елена Лапушкина показала коллегам обновленные скверы и площади. Что больше всего произвело впечатление, узнала Мария Левина. Для городоначальников приготовили насыщенную программу. В целях обмена опытом за круглым столом главы муниципалитетов поделились друг с другом опытом решения актуальных проблем. Сразу после отправились увидеть преображение самарских парков, скверов и площадей по программе формирования комфортной городской среды, которая реализуется в каждом из муниципалитетов. Изменения кардинальные. Объекты не просто благоустроенные. В каждом объекте есть своя изюминка, что-то свое интересное. И самое главное, что, несмотря на рабочий день, эти объекты пользуются популярностью. Мы были только с утра. Очень счастливы, довольны, да? Да, очень. Нам понравилось. Мы второй раз сюда пришли. А вы где живете? Мы живем через дом. То есть вообще вам близко? Да, здесь прям три минутки, мы здесь. Спасибо. Тур по новым знаковым местам Самары начали со сквера у храма Кирилла и Мефодия. Здесь сделали колоссальную работу. Изменения налицо. Еще в прошлом году площадка была запущена. Сегодня это мини-парк с большой зеленой зоной и уникальным детским уголком. У нас это типовая площадка, она сделана под эту территорию, конкретную территорию. Следом отправились в сквер Фадеева, на преображение которого потрачено больше всего средств. Изменения того стоили. Гости города оценили и большой выбор спортивных площадок, футбольные, баскетбольные, воркаут и космический детский городок. Мы видим, что на общественных территориях, которые реконструируются в рамках национального проекта, в рамках комфортной городской среды, люди оцениваются это, как говорится, своими ногами. И дети, которые, видно, с улыбками, счастливые на этих игровых комплексах и площадках, выражают свою энергию и положительные эмоции. Это замечательно. Вдохновившись самарскими преображениями, главы муниципалитета взяли некоторые идеи на карандаш. Следующее место, которое необходимо привести в порядок в Октябрьске – главная городская площадь. В главе муниципалитета понравился дизайн Крымской площади. Больше чем красиво, просто великолепно. Интересные проектные решения, интересный объект. Это говорит о том, что команда профессионалов есть в администрации городского округа Самара, она работает. Очень интересные решения, которые, я понимаю, воплощены были именно по пожеланиям жителей, живущих каждый в своем районе. И я думаю, что вот такое великолепие, оно сегодня создаст комфорт жителям городского округа в каждом районе, в котором такое пространство появилось. Помимо общественных пространств, которые получили долгожданное преображение по программе формирования комфортной городской среды, гостей пригласили в музейный квартал с посещением дома, где когда-то жил знаменитый режиссер Вильдар Низанов. Мне очень понравилась реакция моих коллег. Ну и во время проездки, конечно, я услышала от них много предложений, и они делились опытом. И мне хотелось, как председателя ассоциации, все-таки зародить такую традицию, что мы в каком-то городе собираемся, проводим совместные совещания, и в том числе и показываем свои достижения. Все свои итоговые предложения Ассоциация Совет муниципальных образований Самарской области направит на рассмотрение губернатору Дмитрию Азарову. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Красота начинается с малого. В Самаре приводят в порядок контейнерные площадки. Запланировано обновить почти 800. Как сейчас обстоят дела с ремонтом, проверила глава города Елена Лапушкина. Еще совсем недавно на этой контейнерной площадке по улице Елизарова, 36, был беспорядок. Отвратительный запах и разбросанный вокруг мусор доставляли местным жителям большие неудобства. Из-за того, что подъездная дорожка к контейнерам была разрушена, люди не могли к ним подойти, и мусор оказывался на земле. Сейчас дело наладилось, говорят местные жители. В порядок привели не только саму контейнерную площадку, но и подъездные пути к ней. Изменения, конечно, налицо. А что, вот какие изменения, что изменилось? Ну, во-первых, положен новый асфальт, это раз. Во-вторых, есть территории ограниченные, которые именно для контейнеров, именно крыша, то есть мусор уже не будет мочить, не будет он тяжелый, не будет там все раскисать и киснуть, и протекать с контейнеров. То есть, я думаю, что это положительные варианты. В Самаре в ремонте нуждались более 800 контейнерных площадок. Часть из них находится на балансе внутригородских районов, часть у города. В этом году в порядок привести запланировано почти 200 городских площадок. На их ремонт потратят больше 50 миллионов рублей. На сегодняшний момент у нас подрядчик выполняет работы по устройству, то есть проведены демонтажные работы на 120 площадках. Все эти площадки 120 находятся сейчас в монтаже. Уже есть готовые контейнерные площадки с благоустройством. Ведомственная группа регулярно выезжает на места, чтобы проконтролировать ремонт. Ежедневный ход работ мониторит представитель МБУ городское хозяйство. К рабочей группе присоединилась глава Самары Елена Лапушкина. Как было? Как было? И сейчас мы вообще. Красная площадь у нас. Все работы должны закончить до 30 сентября. Для того, чтобы уложиться в срок, подрядчик увеличил число бригад и скорректировал график. Мария Левина, Николай Епофанов. События. Самарские хирурги спасли зрение семилетнему мальчику. Он случайно травмировал глаз во время игры. О рукотворном чуде наш следующий репортаж. Вместо школы в больницу. Сын жителя Тольятти Алексея Тишкина Егор чуть было не лишился глаза. К беде привела обычная детская игра. Как рассказывал Егор, он стучал палкой об бордюр. Та отлетела и сильно травмировала глаз. Первоначально мы обратились в Тольяттинскую больницу. Там нет детского отделения. Там оказали первичную помощь. После чего направились сюда. Самарские врачи экстренно прооперировали мальчика. Травма по медицинской классификации высокой тяжести. Но хирургам удалось сохранить зрение. Сложная операция длилась около часа. Сейчас Егору предстоит долгий период восстановления. Получше стал видеть, да? Да, получше. Хорошо. В дальнейшем, после стабилизации состояния глаза, мы планируем выполнять оптико-реконструктивные операции, что способствует уже более качественному установлению зрения. Через месяц у Егора контроль на осмотр у врачей. После этого, возможно, он вернется в школу. А пока мальчик будет учиться на дому. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. Не просто запечатлеть момент, а стать соавтором сценического действия. У самарцев есть уникальная возможность бесплатно насладиться творчеством двух именитых фотографов, чьи последние проекты посвящены спектаклям не менее прославленной грани. Персонажи «Короля лир» и «Корабля дураков» взирают с полотен в музее «Россия. Моя история». Необычный грим, нимба над головой, причудливая игра света и тени. В кадрах снятой команды Александра Бердина-Лазурского актеры грани предстают не столько в образе своих персонажей, сколько отражает фантазии авторов на заданную тему. В шекспировском «Короле лире» Сергей Позняков играет сразу две роли – графа Кента, доброго друга короля, и хитрого Эдмонда. Сергей говорит, что фотосессия вдохновляла, и работой с командой фотографов было легко. Я, конечно, обомлел, потому что я уже рассчитывал, что это будет очень красиво, потому что когда мы работали над этим, снимали, это уже было очень заинтригованно, как-то магически. А как в этот процессе? Расскажи, что у этого было? Это все. Мне сначала накрасили все. Он долго искал образы, что там мы, да, как. Но он раз накидывал какие-то, да, так, посмотри, попробуй, так, с рукой, так, и раз, и все. Бораздо, что в этих получился как бы не только я, а именно как персонаж. Представленный на выставке и работой московского фотографа Дмитрия Дубинского. Он снимал за кулиси спектакля «Корабль дураков», поставленного по средневековым фарсам. Режиссер «Гранин» Денис Бакурац за эти два спектакля получал золотые маски, смело идет на различные эксперименты. И эта двойная выставка не стала исключением. Фотографы, да, художники, они действительно создали некий такой интересный продукт, который может являться не только обслуживанием спектакля, как фотографическая документальная съемка, а они еще и создают свое авторское художественное произведение. Потрясающе, что спектакли, что актеры, что выставка и работы. Просто вот эстетическое, огромное, духовное, душевное наслаждение. Такой необычный ракурс. При таких костюмах, простых и сложных одновременно, добавляется еще какая-то такая позолота сверху. Ну это что-то. Гости, побывавшие на открытии выставки, могли пообщаться с художественным руководителем «Грани» и с актерами спектакля. Работы можно увидеть до 23 сентября. Вход свободный. Валерия Куценко, Инга Пенер, Григорий Пешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!